Я хочу записать видео, чтобы ты рассказал, как ты начал заниматься кайтингом. Я кайтинг. Я сейчас скажу. Длинно сказать или коротко? Длинно расскажи. Но на самом деле я начал заниматься винсерфингом. Начал заниматься винсерфингом. Одна девочка ходила с женой. И одна девочка приехала откуда-то из Египта. Муж дайвер. Она говорит, что мне это дайвить не интересно. Типа я от скуки занялась винсерфингом с парусом. А тема была занять сейлинг. И я пришел в офис после учебы. Набираю сейлинг. И первое, что я нашел, был винсерфинг-клуб. Я начал учиться винсерфингу. С их подачи через какое-то время чуть научился. Мы поехали к Монстру. Был один из первых кайт-гуру. Вообще первых-первых. Был Овсяников. Был Олег Остриков. Чупер еще был параллельный. Чупер он винсерфингом занимался. А Монстр был известный винсерфер. И уже начал двигать кайт. Питерский товарищ. В Хургаде. Отель Софитель. Там я первый раз увидел кайт. Я что-то там простудился. Холодная вода была. Не помню, ноябрь. В общем, на винсерфинге простудился. Я в основном на берегу. Пилотил и пилотажка. Я даже в воду тогда не залез. Кайты были тогда двухстропные. Я помню, там были соревнования. В соревновании один прыжок. Кайт уронили. И полчаса его не могли поднять. Чемпионы. Это какой год? Это там что-то 99-2000. Вот. Или я в 99 увидел. В 2000 я уже в Даха поехал. Значит, все в один голос несколько учиться надо зимой. Значит, кайтов выбора особо не было. Короче, КБ пилот. Какой-то у меня Икс Флай был. На котором, кстати, Ражев успел покататься. Потому что он парусный спортсмен. И они где-то уже там увидели эти кайты. И зимой уже начали с ними кататься. В общем, мне продал Андрюха Каратаев тогда какой-то. Леон Спорт был магазин такой. Винсерфинговый. В общем, был этот самопальный кайт. С надписью Ражева там. На ручках. Я потом переделал ему какую-то палку типа планка. Я на нем начинал учиться кататься зимой. У меня стало получаться. На сноуборде. Там улетал с одного конца озера на другое. Там против ветра не умел. Никто не объяснял. Сноторов не было. В логово была какая-то там страшная форма. И он кайт был. Который там блин. Через два дня там уже тема куда-то уходила. Лестницы там вниз и не найдешь. Вот. В общем, сноубордисты что-то некоторые начинали этим увлекаться. Было там от силы 3-5 человек на всю Москву. Смещая Каратаева, кто имел какое-то отношение к кайтингу. Поймать их было невозможно. Вот. Нашел кого-то из друзей. И первый нормальный галст против ветра я сделал на коньках. Была оттепель. Снег весь пропал. Был голый лед. И ради того, чтобы хоть как-то кататься, мы тут коньки. И один тоже мой товарищ. Серега Фисько. Он тогда у логово появился. У них появился жужо кайтин. Он купил жужо. И мы тоже катались по ветру. Мы даже стояли машины по разные стороны озера. С одной стороны стартовали. На другую причаливали. Потом машины везли до друга сюда. Опять бросали там. Короче, целая история была. Против ветра я не знаю. Я говорю, а как? Я говорю, ну блин, ну он же летишь. Он говорит, ну вот надо вот так резаться. Это неинтересно же, скорости нет. Но зато ты можешь вырезаться. На базу вернуться. Я попробовал и у меня получилось. То есть я уже катался. Ну и катался в один колец. Потом пешком на лыжах. Под мышкой возвращался. В машине. И вот так у меня стало получаться. У меня блага. Потом, значит, я, по-моему, чуть ли не в Эмондрусь ездил. Там, я не помню, там или 100-литровый марафон. Там как-то чуть не умер там. С трудом прошел. И уже после этого я поехал. Вот одна из первых Эмондр. Там тогда был этот Смирнов. Телевалин был такой товарищ. Телевалин. ШИЗО был такой товарищ. Он еще где-то на форуме у нас присутствовал. Местная там. Анна Лобаева там была. Это чемпионат. Зимняя. Мясной был такой. Мусатов там тусовался. Приезжал еще кто-то. Вот такая группа. Маленькая кайтеров. Но человек здесь уже набиралось. По всю страну. И после этого я поехал учиться к кайтингу. Почему-то в Даха. Да. Почему-то в Даха поехал. Вот. И там дул и сели ветер. Кайт взял напрокат у того же Каратаева. Доска была типа серфовая такая. У меня где-то видео есть старое. Вот это 2000-2001 года. Вот. В общем и депауры не было. И если тебя ветер понес, то понес. То есть катались тоже в один конец. Здесь запустился. На другой конец лагуны дошел. Потом пешком выгреб оттуда как-то. Опять запустился. Опять улетел. Вот. Я помню, что первый раз я толком не поехал. То есть я больше двух метров на доске не удерживался. Меня либо в ту или иную сторону бросало. Доска была серфовая. Хорошо помню. Маминка не несло ветром так, что я метров 20-30 бежал по воде просто. До сказанного летела. Потому что было так крепко. И даже семерка это там чепчик. Вот. Ну я вернулся в этом. Начал продолжить на Плещеева. Купил себе какой-то нарса. Уже нарсы. Цешки появились. И вроде он был с дипауэра, но у товарища, с которым там познакомился, с Сашей Позунковым, у него был слиншот, который тоже был как бы с возможности дипауэра, но он катался на петле. И мне тоже объяснял, как катался на петле. То есть я катался без дипауэра. И в принципе я уже научился там дозировать махка. Но если чуть-чуть перемахнул, опять на Плещеева ты уехал куда-то в дубки. Потратишь гон полдня обратно. Девлю, шам, идешь. А потом все. Все подвышкой. Вот. Научился реланчить его в одиночку. Там вытягиваешь стропы, бросаешь, бежишь за ним 10 метров. Он переворачивался за ушко, не успел. Он перековырнулся, все запуталось на берег. В общем, все это ты мог стартовать два часа кайт, прежде чем покататься. В общем, было очень весело. И в какой-то момент, катаясь без дипауэра, кто-то из ребят, кто-то появился тоже из кайтеров. Даже не помню, как звали. Он там подходит и говорит, слушай, а что ты у тебя же дипауэр есть, что ты не пользуешься? Делал где-то петлю в планки вот такие. Вначале вот такие, потом вот такие. То есть, если найдете мое первое видео, там дохавку, у меня вот такая планка. Реально вот такая. Ей нужно вот так облетать. И такая петля серфовая, на которой я цеплялся. И доска такая два часа. Вот. Потом стали поменьше тоже железо, такая алюминиевая планка. У Марса была вот такими ушами такая. Эх, руль такой, большого мотоцикла. Сказка. Вот. И там тоже петля серфовая, все время на ней было. Я не понимал там дипауэр. Я только вот триммер чуть-чуть регулировал. Чуть меньше, чуть больше. И чувак какой-то говорит, а что ты не пользуешься? Я говорю, ну я что-то попробовал. У меня как-то там тяга падает. Я вообще не понимаю, что происходит. Он говорит, что ты попробуй, приноровись. И я когда почувствовал в этот день дипауэр, когда меня начал разносить. Обычно ну что делаешь? Как камешек летишь, пока либо кубер мне разносишь, либо другой берег не появится. А тут я чувствую, что меня понесло. Я планочку отжал, бах, понести стало меньше. И можно уже вырезаться, что-то сделать. И отправиться, вернуться обратно. Какой кайф! Каждый раз мне было открытие. Первый раз я на коньках научился резаться. Второй раз мне было открытие, когда мне показали, что есть дипауэр. То есть мартышке дали очки и стало видно что-то. Учителей не было. Я вспоминаю, у меня тогда были бабки, у меня был бизнес. И если б был учитель, я бы с удовольствием заплатил бабки, чтобы вот это время сократить, плющить десять раз. Поэтому я вот рекомендую ребят в этом живой участии сидеть там. Помогу сейчас учителей. Я там сейчас в СУП не тренирую, но иногда красивые девочки вам не тренируют. Вот молодые. Поэтому как бы не стесняйтесь. Не таких больших денег стоит. Вы сэкономите гораздо больше времени и денег. Потому что время и деньги в наше время. Учитель вас быстро и качественно покажет, что надо и поможет вам. Слушай, мы в итоге... То есть... А полностью хорошо... Ну я где-то там второй-третий год уже как-то начал кататься. Я помню уже пятый, по-моему, какой-то год мы уже там... МФСИКАП у нас... Каратаев был там... Главным там... Ромарио был... Судьей. Я был судьей. Я Илюху Винокурову там засудил. Меня там чуть не убили. Вместе с Ромарио мы сами хуже них катались. Но они эти KGB там с Джексом делали так криво. Как это? Этот... Саблин там... Краб он летал над головой. Волтскуле. Но так красиво и четко. Мы все баллы присудили ему там в компе заезда. Они пришли и говорили... А я Коби сделал. Я говорю, что это такое? Я там тебя вообще не видел. Ты как червячок на горизонте. Чуть не упал. Еле вырулил. Он этот... Он стоит 15 баллов. Там чуть до мордовой не дошло. Но к счастью в следующем заезде Краб просто не пришел. И в общем с него снялись там штрафные баллы всякие. И в общем они вышли вперед. И инцидент был замят. То есть вот... Но мы оказались непосредственными судьями. Потому что мы в этом ньюскуле... Нам это не нравится. Он некрасивый и страшный. Он красиво сковывает. До сих пор высокие прыжки. Четкое призывание. Красивое вращение. И спорт смотрится. Ну да. Лучше. Ну и дальше там. Больше, больше. Лучше, лучше. Как-то так. Ну я пытался участвовать в соревнованиях. Основных гонках. Фристайл. Молодежь экстремальная. Которая убивалась. Причем зря. Их отогнать было сложно. А в гонках, то есть, были какие-то моменты. Там, ну может пятым приходил в фортах Кронштадта. Ну тоже там были. Танк был Ражев. Царафанников. Ну вот. Рома любимцев. Уже тогда Альфабиетов загонялся. Ну так. Ближе к юридическому. И еще там пару человек. Охотников, еще кто-то. Которые там. Монстры. Железно-дровосеки. Которые там. Кайты заточены были. Все. Их обогнать было не было. Поэтому там в лучшем случае. Я думаю, что с пятым я могу прийти. Любитель стираньки. Вторым там. Ну я просто начал с самого начала. Координавания. Ну просто. Все понимаем. Как ты ушел в тренерскую организацию? Нет. В августе все наши билеты приезжают. Все. Я себя играет. До сих пор в футболке. Жив здорово. И все синяки их сразу далека пить. Ну было время. Ну так. Подостыло просто. Долго этим занимался. Теперь у меня новая фишка. Верхтинг. Буду совмещать. Кайтинг. Здесь я хотела. Потому что.